Здравствуйте, дорогие друзья! В этом выпуске подводим, наверное, уже итоги этой бурной предвыборной недели. Для украинских выборов она выдалась такой очень активной. И несмотря на пятницу, в самом сейчас разгаре, перед уикендом, два кандидата в президенты сейчас ищут счастье за рубежом. Пытаются, видимо, как-то в последний момент склонить чашу весов в свою сторону. Хотя, пока чаша, судя по опросам общественного мнения, больше склоняется к господину Зеленскому. Тем не менее, господин Порошенко сейчас в Германии будет встречаться с Ангелой Меркель в качестве действующего, естественно, пока президента. Причем, сразу замечу, очень интересный факт, госпожа Меркель не будет встречаться с Зеленским. Она будет встречаться, как заявляет ее представитель, только с действующим главой государства. И, соответственно, вот такая дипломатическая многоходовочка. Но, тем не менее, господин Зеленский сейчас в Париже и, соответственно, будет встречаться с французским президентом. То есть, вот такая история интересная. Что они там обсуждают, каковы выводы, зачем поехали. Ну и внутриукраинский расклад, все это в нашей программе. И первый вопрос, Юрий, вам. Что ищут в краю далеком кандидаты, как вы думаете? Ну, вообще странно, что поехали к Макрону. Зеленский и Порошенко практически одновременно идут к Макрону, который, как известно, ничего даже в своей стране не решает. У него там сами желтые жилеты, да? Абсолютно правильно. Это желтая метка со стороны Америки в виде желтых жилетов. Ну и прекрасно знают, что он ставленник, выходец из банка Ротшильдов и ставленник одного из финансовых кланов, который, тем не менее, не является самым, несмотря на все конспирологические теории, самым ведущим в мире. Ну, это мы с вами не знаем, это так догадки считать. Тем не менее, он обычный менеджер бывшего банка, которого временно поставили... Рулить страной. Да, рулить страной. Ну, фактически все понимают, никто не рулить. И вот, насколько упала Украина, что эти люди едут к этому товарищу на поклон. Еще перед этим кичутся и устраивают в эфире... Кто первый приедет? Да, кто первый приедет. И там Порошенко с обиженным лицом, что он второй приедет, оказывается, после Зеленского стоит и, как говорится, вытирает. Так, тем не менее, а что они ищут? Заверение в дружбе? Ну, наверное, какие-то протокольные слова будут сказаны. А смысл какой? Или это продемонстрировать внутри электорату, что вот я такой крутой кандидат, со мной серьезные люди в Европе разговаривают? Так? Конечно, этот момент присутствует. Но тут, если анализировать эту ситуацию, то это признак полной безнадеги. Полной безнадеги. А почему Адлезленского? В чем безнадега для Зеленского? Едут, едут. Ну, где прошел, допустим. Ну, даже, я помню, просто предыдущие избирательные кампании. Вот взять Янукович, 60-й год, Тимошенко. Ну, каждый ехал, стремился в Вашингтон. Тут едут в Париж. Может, Париж больше нравится как город? Страну, которая даже в рамках Европейского Союза не является лидером. Лидер Германия. Не говоря о том, что Европейский Союз. Ну, не было в истории. Взять 14-й год. Вот Порошенко ехал тоже в Америку. Он тоже вначале в Америку поехал, получил некие заверения. То есть, тогда они сразу напрямую к БОСу ехали. А сейчас с его представителями. Это не к представителям. Представитель, он имеет какие-то полномочия. А это к прислуге. Вот если говорить... Это вы жестковато. Ну, у меня грубое более слово. Жестковато вы про Европу. По сути, прислуг. Здесь все не так... Дворецкому, вот. Примерно как дворецкому. Давайте, Сергей. Здесь все не так бессмысленно, как кажется, на первый взгляд. Во-первых, почему не к главному БОСу? Ну, на самом деле, я не исключаю того, что спецпредставитель Трампа еще посетит. Вот. Киев ближе к моменту выборов. Наверняка встретится и с тем, и с другими кандидатами. Значит, здесь вот чего стоит Макрон. Ну, он, конечно, по большому счету, особо ничего не стоит политически. Но вы не забудьте, в свое время, в самое начало кризиса, вот по поводу как раз активности в НАТО, по поводу торговой войны, кто первый поехал тогда на поклон к Трампу, чтобы показать, что он представляет собой европейское сообщество? Макрон. Не Макрон, а Макрон. Он... Он, правда, пыль как-то плохо... Ну, это была очень-то как-то трогательная встреча. Там один другого трогал за всякие места, это понятно. Но, тем не менее, все-таки, он пытается, как это лучше сказать, изображать из себя нового общеевропейского лидера. Поэтому здесь ведь как получилось? Вы говорите, как они, кто первый добежал до Макрона? Первым добежал, договорившись с Меркель до Берлина, Порошенко. Я бью об этом торжественно. И вот в этот момент Зеленский смог, наверное, уговорить большей степени Макрона встретиться с ним. А Порошенко надо показать, кто в Украине сегодня хозяин, как ему кажется. Что мы и в Берлине, и в Париже рукопожат. А ты там, мальчик... А ты только там. А ты только там, да еще не... Стоит ли туда ехать? Это в том смысле, что... Зачем полезли туда? Для того, чтобы показать, что они вот... Вот они почитаемы, по крайней мере, европейским... С ними надо считаться. Никакого влияния на исход выборов это, естественно, не будет иметь. Но вот лишний раз добавить какой-то вот такой замечательный, такой, знаете, вот феерический образ. Вот я главнее, я для Запада важнее, я поэтому влиятельнее буду, как президент. Захотелось... Значит, все-таки это и есть предвыборная агитация, можно сказать. А по-другому? Таким вот образом мы же, как они говорят, сделали европейский выбор. Вот мы едем в Европу. Вот и нас Европа принимает. Едем в Европу, нас там принимают в высоких кабинетах. И, соответственно, я вот такой. Нет, вот в этом есть своя роль. Потому что, если, допустим, вы его не приняли, ну, Зеленску, потому что, наверное, не принять Порошенко сложно, потому что он официальный представитель. Это совсем уже какой-то скандал был. Тут одно уточнение, ну, ремарочка, чтобы мы просто дальше не запутались. Меркель, когда заявила, вот я вспомнил заявление по поводу того, что с Порошенко она почему будет встречаться, потому что он официальный представитель. Это было в ее заявлении. То есть она встретилась, как с президентом. Да, она так и говорит. Она говорит, что у нас по протоколу встречи только вот здесь, в чем президент. Конечно, поэтому она отказалась с Зеленским встречаться. А с Макроном они уже встречаются, как кандидаты, по сути. А, видимо, у них какой-то другой, Дмитрий. А что, другой протокол у французского президента? Да нет, есть на самом деле такой формат, как встречаться с кандидатами в президенты, кандидатами в главы государства другой страны. Если вы помните, в рамках этого формата, например, Владимир Владимирович встречался с Мариной Лепен. Было такое. Это абсолютно нормальный формат. Ничего здесь... Хотя при этом мы, очевидно, делали ставку не столько на нее, сколько на Фиона, которого, как потом выяснилось, просто закопали. Но это абсолютно нормальный формат. Ничего здесь страшного нет. Тут проблема в другом. Проблема в том, что Украина, как не будучи суверенным государством, не может искать источник суверенитета и власти в своем народе. То есть, в принципе, не народ главный. Они ищут, естественно, на внешнем контуре. Источник власти и суверенитет. Поэтому происходит здесь совсем забавная вещь. Потому что будущие руководители несуверенной Украины едут к руководителям таких же несуверенных стран за поддержкой. Потому что ни Франция, ни Германия... Ну, это мы сами так считаем, что они несуверенные. А они очень даже себя считают суверенными. Еще один момент, Саша. Вот обратите внимание, почему Трамп не встречается. Сейчас я тоже это скажу. Да, потому что я... Не знаю, тут у нас Санжи. Не знаю, я по-другому. Вы скажите, кто такой. Он, что на Зеленске не знает, кто такой. Нет, да не в этом счастье. Он что, такое Санжи не знает? Не в этом счастье Порошенко. Порошенко, помните, у него там в прихожей топтался все последние свои приезды. Его фактически не выпускали на прямую встречу с Трампом. Он везде... Не заплатил. Да, да. Да, это скандал с деньгами? Конечно. Это раз. Второе. Ведь Трамп постоянно подчеркивает. Вот эта вся ситуация на Украине, это европейская проблема. Мы здесь в стороне... Я ничего не знаю про это. Да, мы ничего не знаю. Побыстрее там между собой договаривайте, а мы подождем. Вот это надо было показать, что как бы ни в Вашингтоне все решается. А там, в Париже, там в Берлине, там в Киеве. И вот это... Подождите, но вот Зеленский говорит, что он пригласит к обсуждению внутриукраинских проблем, в частности, Донбасса, американцев и британцев, нормандский формат расширит. Это его, и более того, это ему... Это ему не едет. Почему он не дал денег, чтобы его принял Трамп? Да нет, но, во-первых, собственно, говорят, насколько я понимаю, что главная здесь ситуация, то, что для нынешней, по крайней мере, американской администрации, Америка же тоже не единое государство политическое, то есть с политической точки зрения. Для нынешней администрации, американской, проект Украина, а Украина это прежде всего проект, это и для Германии, и для Франции, и для Штатов. Проект Украина подошел к своему логическому завершению. Причем, подождите, а что вы имеете в виду? Они откажутся от Украины, вообще перестанут кого-либо принимать? Закрыто на учет все. Да, где-то так, потому что, вспомнил, 2014 год, когда шла борьба за Украину, вот на излете Януковича. Украина была призом. Это был крупнейший транспортно-логистический центр, что ключевое для американцев. Он был своеобразным вентилем, заслонкой на путях транспорта Газ это вишенка на торте. А что остальное-то было делать? Украина переместилась в другую лицу? Азиатский, европейский транзит, русский транзит так называемый. Это огромные деньги, потенциальные, которые и вот от этого необходимо было отсечь. От этого бы через Украину Россию попытались, ну не только Россию, но и Азию, и Китай в том числе, попытались отсечь от Европы. Не прошло, потому что, еще раз, газовый транзит это мелочь на общем форме. Ну относительно, конечно. Порты, сколько бы сейчас построено на Черном море, объездная железная дорога, много-много-много всего. То есть транзитные маршруты пошли мимо Украины и мимо Прибалтики. Они вот видены как бы парадигмами сейчас. Разрушена фактически полностью промышленность. Ее вот физически просто нет. В том числе и тяжелая. Потому что, ну она была встроена в технологические цепочки, в том числе и с Россией. И ущерб нам, американцы, и Запад уже нанес таким образом. В принципе, там сейчас... Так, прежде всего, Украине нанесли ущерб. Слушайте, а когда волновали шерифы проблемы индейцев? Это... Вот, собственно говоря, индейцы должны выполнить предписанную им функцию, я вам больше скажу. Даже по газовым потокам. Знаете, кто закроет вентиль на украинской трубе? Кто закроет? Американцы. Почему? Элементарно. А вы думаете, для них есть большая разница, по какому маршруту трубопроводный, агрессивный русский газ отбирает у их СПГ куски европейских рынков? Ну, так... Если не получилось заблокирование... Так нет. Для них-то лучше. Если не получилось заблокировать Северный поток-2, а масса этого газа за счет этого увеличится, надо хоть где-то закрыть. И вот этот вентиль... А, вот такая у вас... Ну, конечно, да нет, это же очевидно. Они украинскую ГТС за эти несчастные деньги в модернизацию, за 4,5, там, по-моему, 4,8 миллиарда долларов, они могли купить в любое время, и посмел бы кто в Киеве им отказать. Нет, конечно, на любой момент могли купить. Вопрос, что их ГТС без нашего газа? Это кусок железки. Нет, их... Нет, они бы, американцы, уж могли бы как-то сами договориться. Но им это неинтересно. Им неинтересно, чтобы русский газ поступал в Европу вообще, и не важно по каким маршрутам, поэтому в украинской ГТС американцев интересовало всегда только одно. Дмитрий, подожди, то есть они говорят, все равно русский газ будет идти и по Украине, и по Северному потоку 1 и 2, потом через Турцию с юга зайдет, поэтому где возможно мы будем пресекать. Если это Украина нам, как они считают, дружественная, значит все равно ее пресечь. Конечно. Мне кажется, это не очень правильная логика с точки зрения глобальной политики. Это абсолютно американская логика, это абсолютно американская бизнес-логика, простите. Нам надо, вот мы сейчас, они сейчас строят 7 или 8 заводов на побережье, на нашем побережье, да? Куда его гнать? В Европу. В Европе тоже, в общем, достаточно тяжело, как вы помните, Новотек их выкинул из Испании. С СПГ уже, с русским. Соответственно, рынок газа, для того, чтобы им хорошо войти на европейские рынки, он должен быть дефицитным. А для этого неважно, каким образом ты уменьшаешь объем поступлений. Идеально для них бы было, конечно, оставить эту дряхлеющую украинскую ГТС и потихоньку, заполняя Европу своим газом, ее применять. И не дать нам построить Северный Патрон-20. Да, но если уже не получилось, так что делать? Тогда украинскую рубить. Может такое произойти, Юлик? Будет ли пожертвована? И даже мы сейчас не про газ идет речь. Потому что, если Украина лишается нашего транзита, она теряет большой кусок доходов. И так украинская экономика, ну, если уж не развалена, то сильно повреждена. Отсутствуем кооперации с нами. И еще вот эта проблема с газом. Еще раз, у американцев принципиально... Можно так произойти, что американцы отдадут украинов? Ну, отдадут в кавычках, конечно, немножко, но тем не менее. Что они просто пожертвуют. Дмитрий говорит, они как индейцы, все. Вот вы сделали свою работу, там выживете, хорошо, не выживете и ваши проблемы. Так ли обстоят дела? У нас сегодняшняя передача, я так вижу, она будет, ну, некий оттенок сенсационности носить. Потому что две, как минимум, идеи будут... Мы разрабатываем различные версии. Новые в информационном пространстве. Первая идея, вот та мысль, которая прозвучала, меня, честно говоря, удивила, ну, что практически все к этому пришли. Я еще к этому, например, не пришел. Я вас пытаюсь спросить. Вы, как всегда, держитесь в стороне, потом выберете победителя. Уведущая работа такая. Конечно. Поэтому первая мысль, это состоит в том, что Украину тем или иным образом американцы отодвинули, уже отодвинули от себя и будут кому-то потесовывать. Но, судя по вот этой встрече Меркель, как она отшила Зеленского, то она тоже не собирается, имеется в виду в ее лице Европы, брать на себя. И по логике теперь им после Парижа остается бежать на перегонки в сторону Москвы. Это первая мысль. Потому что до сих пор... Это другой вопрос. Но Порошенко-то точно не... Но само то, что вот это прозвучало, ведь сколько я смотрю эфира, везде логика одна, что Украина будет опять использоваться американцами, как таран против России и так далее, и так далее. А вторая мысль, которая, так предполагают вас, прозвучит, что Зеленский может стать президентом. Это тоже интересная мысль. Мысль, это версия, которую, в общем-то, ее реализация, мне кажется, более реальной. Значит, возвращаясь к первой мысли, вполне по логике, вполне так выходит, что свою роль Украина сыграла, она в течение пяти лет создавала проблемы для России, и Россия... А ведь что, не нужно России проблем создавать? Американцы нас полюбили вдруг. А нечем. Американцы через Украину создавали проблемы. Ну, и теперь они нам не будут создавать там проблемы. То есть, вот, господин Полторак просто так заявляет от министра обороны, что мы будем Керченский пролив, вот, все равно там плавать и все остальное. То есть, фактически провокация. Просто некую логику проведу, а дальше, насколько будет реализовываться. Значит, чего добились за пять лет правления Порошенко? Того, что Россия вынуждена была тратить средства и прокладывать Северный поток и Южный поток. Эту программу они реализовали, то есть, на пять лет они сдержали экономическое развитие России. Плюс тому, разрыв связи с Украиной все-таки несколько снизил и объемы ВВП российского. Ну, в какой степени это, конечно, повредило нам. Место стало шестое. Какое-то? Да, стратегически Россию остановить. Но это я не думаю, это не из Украины точно. Это повредило... В том числе. Я с вами согласен. Все проблемы, которые... Повредило, но не настолько. Да, да. Хорошо. Стратегически, тактически, стратегически, конечно, они наоборот России только плюсы принесли, потому что Россия абсолютно правильно обратила внимание на собственный потенциал и перестала жить некими иллюзиями на возможность развития отношений с Западом. Это огромный плюс. То есть, минусы тактические, стратегические плюсы. Значит, теперь я абсолютно согласен, что три трубы, когда три или четыре трубы... Четыре трубы, еще и некоторые двойные. Абсолютно, да. Их тут больше поля для различных маневров и различных манипуляций. И это тоже, мне кажется, задумка американцев. В том, чтобы заставить Россию не на одном концентрироваться, на одной Украине, трубе через Украину, а на нескольких. А зачем с американцем-то нужно? Наоборот, диверсификация поставок, что-то случилось с Турцией, например, мы не качаем. Или наоборот, с Украиной мы не качаем. Или еще что-то. Самое классное, это по дну моря провели, если в Германию доставили. Вы следующий вопрос задаете. Есть момент один, другой. Сейчас, хорошо. Значит, вот это, мне кажется, их была логика. Разбить максимально российские маршруты, а там пробовать уже манипулировать и пробовать каким-то образом. Но Украина-то здесь каким макаром? Все-таки она, почему она брошена-то будет, вот по мыслим Дмитрия? Что американцы все крест на них поставили. Почему вопрос? Как таковая труба уже не ремонтировалась в течение долг. Требует миллиардов вложений. Соответственно, да, требует миллиардов. Могу назвать точную цифру. Поэтому им мне желательно, согласен, но в принципе мы все тут сейчас придем к одной и той же мысли. Поэтому самое время посунуть Россию для того, чтобы Россия переключилась опять с северного и южного маршрута на Украину и финансировала улучшение украинской трубы. А для этого нужно поставить Зеленского, который помирится с Россией. Правильно? Как вариант, да. Видите, вы... Нет, это версия ваша. Вот. Или это моя версия? Тут опять же, для того, чтобы контраргумент высказать вот этой американской логики, то ведь тут и для России огромное поле для маневра. Она может использовать южный маршрут, северный маршрут, может тоже Белоруссию использовать, а тут Украину. Тут следующий сейчас начнется этап, кто кого вот в этом, в этой нише переиграет. Серьезный запад. Вы цифру хотели назвать? Да. Цифра, она известна. На самом деле делался аудитор. Ну, на всякий случай еще раз озвучить. По украинской трубе. На модернизации меня там поразило. Американцами делала аудиторская компания Макдональдс. Не тот, который Гамбургерами торгует. Но это серьезная аудиторская компания. Они провели технический аудит полный. На тот момент времени, это было полтора, по-моему, или два года назад, требовалось 4,3 миллиарда вчера доллара. Потому что там... А на с каждым днем... А с каждым днем... Сейчас, я думаю, где-то в районе пятерки, но я так консервативно говорю 4,5. Их никто не вкладывает. Их ниоткуда брать. Их в Европе не нужно вкладывать, потому что немцам самим приятно сидеть на хабе, на газовом, через Северный поток-2. Американцам, потому что, еще раз, проблемы индейцев шерифа не беспокоят. Задача американцев предельно простая. Они строят заводы СПГ. Их задача торговать своим СПГ. Что там происходит с Украиной, с Россией в данном случае? Подождите, но их поставленное ими режим-то поддерживать, каким-то макаром надо. А так за счет русских, которые качают газ, поддерживать. А так русские не качают? Платить самим надо, что ли, за демократию украинскую? Главная была идея. И почему они так возмущались? Что украинская революция и европейский шлях должен был идти за счет экономики Российской Федерации. Русские скаты таки отказались платить за европейскую революцию Украины. Вот это главное возмущение, что Европа, извините, что США. Ну это ладно, это было. А сейчас что? Да и сейчас что? А сейчас есть простая задача. У вас есть товар. Вам его надо продать. Куда продавать? Китай? Не получается сейчас по ряду причин. Ну китайцы там пытаются, чтобы закупать побольше. Получилось бы продавать лучше всего в Европу. Ну в Европу ближе. Она понятна, она нагибаема, она политически влияема Европой. Каким образом? Создавать дефицит на рынке. Но если не получилось создать дефицит трубопроводный газ, он дешевле по определению, чем СПБ. Конечно, более стабильный. Да. Достаточно посмотреть, что сейчас с ценами происходит. Соответственно, у них задача обрубить любые маршруты. Они точно так же рубили, извините, по ставке Юг, Алжир. Вот я не удивлюсь, что алжирская революция связана как раз с алжирским газом, который сейчас идет. Трубопроводы ливийские по нефти точно так же, они точно так же гробили. Задача, чтобы топливо в Европу, энергия в Европу, шла через Атлантику. А вовсе не в благополучии России, Украины, Ливии или кого-то еще. Но тем не менее, кроме газа, есть другие задачи. Другие задачи, которые шают Штаты на Украине. И одним газом все не исчерпывается. Есть более стратегические, глобальные темы. Вот именно. Как-то мы с вами совсем углубились в экономику. Немножко забыли про реальную политику. У нас у них все-таки выбор на носу. Я бы вот как вопрос поставил. Во-первых, то, что американцы сегодня не просто охладели к украинской проблематике. Они не видят там большой перспективы. И главное, если они это и будут делать руками европейцев. И в экономическом, если вдруг придется, и в военном отношении тоже. Это первый момент. Второй момент. Вот этот вот блеф по поводу возвращения Крыма. Это вот уже последнее сотрясание воздуха. Я думаю, что ни один реальный политик в Европе, и Трамп включительно, серьезно о Крыме уже не думают. Не то, что не делают ничего, даже не думают. Главное... А чего они думают? Они думают о том, что пора заканчивать все вот эти вот донбассские там все эти вот дела. И начинать как-то все-таки привязывать Украину к Западу. Но чего-то все-таки, какую-то косточку бросим в Россию. И до этого надо закончить войну в первую очередь. Вот эта вот ситуация неопределенности, да? Донбасс чей, да? Где кто кому подчиняется? Она приводит... Видите, вот заявление Пушилина рассматривает Донецкую республику как один из субъектов Российской Федерации. Вот если это все будет тянуться, непонятно как, то с одной стороны будут лезть на баррикады украинские националисты, с другой стороны великодержавные российские патриоты в Донбассе. В этом смысле нужно найти того, кто все это причешет и успокоит. Вот в этом смысле, вот послушайте меня, в этом смысле, мне кажется, уже давно, если не знаю, там как в Берлине, но в Вашингтоне уже решили, что Порошенко это битая фигура. Ну, судя по сливу той информации, которая была против него в центральных американских газетах, и вообще вот этот такой, говоря по-русски, наезд на Украину, который вдруг за несколько месяцев до выборов в Вашингтоне случился, а именно всех, там, и Манафорта, и вот теперь Крэга возбудили дело, он советник на Украине работал. То есть раньше американцы этим вообще, они вот так сквозь пальцы смотрели, что они там миллиарды воруют, миллионы, вообще никого, никого дела не было. И вдруг они начали вот тут с коррупцией бороться на Украине, сами уже, не дождавшись от Порошенко, видимо, вот этот бардак, который там творился в последние годы, он уже утомил даже их куратора, американцев, я правильно понимаю? То есть надо это все прекращать, правильно? Надо прекращать и с другой стороны все-таки ставить на того, вот какое зло меньшее, но для Запада сегодня, для американцев, по крайней мере, но явно Порошенко большее зло, чем Зеленский. Ну, он уж точно не может хоть как-то начать какие-то переговоры с Россией. Конечно, конечно. И еще, и еще один момент. Вот вы знаете, вот мы говорим, куда теперь кто из них поедет, будучи президентом, например. Я не хочу, вот сегодня как-то мы все пытаемся прогнозировать, да, совершенно сенсационные всякие предложения. Во-первых, какая сенсация, что Зеленский победит? Да это, по-моему, сегодня ее же купаться. Это совместно, вот, с победой, возможной победой. Что из этого вырасти, это другой вопрос. Уверсия, как она, в смысле. Вот, если бы я сегодня бы как-то так пытался спрогнозировать политическое поведение нового президента Украины, нового во всех смыслах этого слова, я бы на его месте поехал, знаете, куда в первую очередь? В Лондон. Зачем это? А вот он пытается привлечь большие-большие международные силы к решению Донбасского. Это не антагонисты, это не Москва, не Вашингтон. Вот мы, троюзник Вашингтона, мы сейчас... Вот и без зимы только не хватало. Подожди, подожди, подожди. Они Ассаджа сейчас выдадут за милую душу. Подождите, я еще не закончил фантазировать. Потом бы он поехал в Москву, а потом бы закончил Вашингтоном. И тогда все, мир, дружба, жвачка. Он нашел... Ну тогда об этом нового президента точно агентом Кремля бы назвали. Нет. Уже так. А может быть агентом Даунин-стрит? Вот я и говорю, что он же не Москва, а начиная с Лондона. Нет. А, то есть сначала опять с прикрытием. Конечно, конечно, конечно. Агент под прикрытием. Нет, если говорить серьезно на самом деле, вот Порошенко в Москву никогда не попадет при всем своем желании. А Зеленский попадет, если постарается. Конечно. Здесь есть и еще один момент. Вот мы с Вами так прямо вот сегодня. Кто, кто, кто? Ну, вся судьба зависит от того, кто победит на выборах. Вообще никакой разницы. Нет, послушайте. По большому счету, мало чего поменяет сразу. Дмитрий считает, никакой разницы нет. Вообще никакой разницы нет. Потому что... Подождите, 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 дайте мне это сказать. Конечно. Мы с Вами как-то исходим... У нас с Вами... У нас очень мало... Нет, сейчас, сейчас. Так что я уже точно не скажу. Последний, 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 последний марк. Мы все сводим к выборам президентским и все. Во-первых, этот балаган, который происходит, явно бьет по двум одновременно. А лучше всего от этого Юлия или Бойко. Не забывайте осенью выборы в парламенте. А кто сказал, что президентская модель в республике на все века, навечно? То есть ее могут поменять на парламент? В позу. Я вообще думаю, что ликвидационную комиссию сейчас выбирают на парламенте. Хорошо, коллеги, очень интересная тема. Но, к сожалению, у нас закончилось время. Встретимся в следующий раз и обсудим все это в другой раз. Спасибо. До свидания.